Избирательная кампания по выборам депутатов городского собрания Сочи стартует в июне. Тогда свои кандидатуры смогут представить члены партии и самовыдвиженцы. Выборы народных избранников состоятся в единый день голосования – 13 сентября. Работа по подготовке к ним уже началась. Сегодня и завтра члены избирательных участков пройдут обучающие курсы. Сейчас идет подготовка к этой муниципальной избирательной кампании. Дело в том, что сейчас составы участковых избирательных комиссий сформированы сроком на 5 лет. То есть в течение 5 лет, то есть в течение своего срока полномочий они проводят все избирательные кампании, которые будут по календарю проводиться. В следующем году пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Краснодарского края. А в 2018 году состоятся выборы президента Российской Федерации. От профессионализма каждого участника избирательной комиссии зависит, как пройдут эти важные мероприятия. И как не раз в ходе семинара подчеркивал глава города, главными принципами по-прежнему остаются честность и открытость. То, что можно, делаем для того, чтобы ни у кого не было даже сомнений в том, что выборная кампания идет честно. И вы, конечно, работаете хорошо. И спасибо вам за это. Но тем не менее, хочу вас призвать сегодня к максимальной отдаче. Мы все прекрасно понимаем, что чем больше усилий прилагают члены избирательной комиссии при подготовке к выборам, тем организованнее они проходят. Уверен, что сплоченный коллектив наших избирательных комиссий, а это около двух с половиной тысяч человек, проведет этот большой выборный марафон на самом высоком уровне. Лучшим представителям избирательной комиссии, показавшим свой профессионализм в прошлом году в единый день голосования, мэр Сочи вручил грамоты и наградил знаками почета. Семинары для членов участковых избирательных комиссий завершатся в четверг. Разработана специальная программа по изучению избирательного законодательства, правил, норм и требований по проведению голосования и подготовке к выборам. Помимо лекций, участники семинаров также посетят достопримечательности Красной Поляны. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.